Участок проезжей части вдоль частного сектора в деревне Горки от дома номер 4-Б до улицы Полковникова. Местные жители говорят, сколько себя помнят, здесь никогда не было асфальтированной дороги. А это лет так 50 точно. Ходить и ездить приходилось по бездорожью, а в межсезонье пробираться через густую грязь. Было не то, что неудобно, тяжело, было ужасно. Постоянно лужи, постоянно грязь, постоянно еще грузовая техника разбивает. Где-то какой-то дом немножко поцепит. Мы там высыпали пять машин-щебенки. Кто-то еще, здесь люди сами, вот Руслан Бендерин у нас здесь эту дорогу зацепал за свой счет. Свет в конце тоннеля появился в 2017 году. По решению Совета депутатов Горок-Ленинских были выделены деньги на строительство этой проезжей части. В 2017 году действительно были заложены деньги в бюджет, чтобы выполнить ремонт этой дороги в 2018 году. Все хорошо, состоялся конкурс, вышел подрядчик, который оказался недобросовестным. И весь 2018 год мы с ним боролись, боролись, чтобы он выполнил эти работы. Поскольку контракт он считается до конца года, то в 2018 году мы не смогли на 2019 год заложить средства в бюджет, чтобы эту дорогу сделать по новой. То есть один финансовый год проходит. В соответствии с законом процедуру удалось повторить лишь в 2019-м. Тогда под личный контроль ситуацию взял председатель Совета депутатов Ленинского городского округа и народный избранник по этому избирательному округу Станислав Радченко. Снова на строительство дороги заложили средства, выбрали подрядчика, который на удивление работы выполнил очень оперативно. Буквально за неделю улица преобразилась. Спасибо, конечно, абсолютно всем, кто приложил руку для того, чтобы здесь мы стояли на чистом асфальте. Будь то администрация, будь то глава, будь то у нас, даже наш депутат Станислав Николаевич Радченко. Хороший, достойный человек, который тоже немало сделал. Дорога – это не то, что нужное место, это была необходимость. Новое дорожное покрытие начинается сразу после съезда с Каширского шоссе. Работы производились по всем стандартам качества. Высокий слой щебня, многократно уплотненные слои асфальта. На строительство потратили больше 2,5 миллионов рублей. Подрядчик пошел навстречу собственникам и в индивидуальном порядке за средства местных жителей положил асфальтовое покрытие и к домам. Юлия Погосьян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. ВиднетВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова